В эфире телевизионный обзор новостей в студии Ирина Плеско. Здравствуйте! Если посмотреть на темы, которые мы поднимаем в нашей программе, еще раз убеждаешься, что все в жизни циклично. Зима сменяет осень, затем непременно приходит весна. И с каждой весной, с года в год вместе с таянием снега обнажаются старые проблемы. Вот о них-то мы и будем сегодня вновь говорить. До губернатора дошли. По-другому решить проблему потеков на потолке и стенах сургутяне не смогли. Нарушения, конечно, есть, но все они будут прописаны в акте. Акт будет направлен Владимиру Петровичу для ознакомления других жителей вместе с ответом на обращение. Будет направлен в управляющую компанию на подпись, будет отправлен в адрес службы фантимарсистов. Полиция взялась за нелегальных таксистов. Правила дорожного движения внесены в соответствующие изменения. Новые образовательные стандарты. В начальной школе постепенно вводят обязательные внеурочные занятия. Я хожу на веселый облучок. Мне это нравится, потому что мы тут занимаемся, мы танцуем. Текущая крыша в доме по адресу энтузиастов 37 стала причиной обращения к губернатору Югры Наталье Комаровой. Глава региона коллективное письмо сургутян без внимания не оставила. В город даже приехала инспекция службы жилищного контроля. Инспектору жилищного контроля Сергею Мурзикову долго искать причины обращения не пришлось. В доме номер 37 по улице энтузиастов видны потеки на потолке и стенах. И не только в подъезде, но и в некоторых квартирах. И тянется эта история, по словам жильцов, уже не первый год. В 9-м году писали, в 10-м году на имя Калачева, департамент городского хозяйства. Где был дан ответ, что будет устранено все. Ну вот сейчас в 12-й год наступил, опять сейчас то же самое, вот течь у меня в квартире непосредственно. В 40-й квартире во втором подъезде, в первом подъезде, ну там на Макане не в квартире, а со стороны квартиры. У меня лично 49-я квартира даже протекает, третий этаж даже потекает. Третий этаж и протекает вода. Да. Плитка все на мелкие части уже наверху, на мелкие части уже потрескалась. Владимир Крылов самый активный житель дома на энтузиастов 37. Именно он и стал инициатором обращения губернатора Югры. На его личные устные обращения в управляющую компанию утверждает, никакой реакции не было. Хотя потекло, по словам жителей, после капитального ремонта, выполненного по 185-му федеральному закону. Три года назад. Деньги на него тогда собирали со всех. В общем, сначала немножко поменьше, потом увеличили, где-то около 900-800-900 рублей воплотили. В общем-то, будем поднимать вопрос о том, чтобы часть денег к нам возвращались за некачественный ремонт. В ходе осмотра факты нарушений со стороны управляющей компании подтвердились. Нарушения, конечно, есть, но все они будут прописаны в акте. Акт будет направлен Владимиру Петровичу для ознакомления других жителей вместе с ответом на обращение. Будет направлен управляющая компания на подпись, будет отправлен в адрес службы в Ханты-Мансийске. Управляющая компания, обслуживающая дом ДЭС Центрального жилого района. Ее представители говорят, скорее всего, причина течи – намерзание конденсата в вентиляционной шахте. А образуется он по причине неправильной эксплуатации. Как вариант устройства электрических вытяжек, которые активно выгоняют всю влагу. И в шахте образуется наледь. Весной или вот теперь она тает, и вот оно подтекание. Трехлетнюю же паузу в исправлении ситуации посчитали вымыслом. Не соответствует этой действительности. Эта протечность началась буквально весной, когда началось потепление. Есть протечность, то есть мы это не отрицаем. То есть на сегодняшний день мы не могли разобраться в этой протечности в связи с низкими температурами воздуха. Эти вопросы мы за свой счет будем решать. Будем привлекать подрядчика, который у нас там работал. Эти замечания будем устранять. А Владимиру Петровичу мы уже предоставили расчет, сколько будет стоить ремонт его кухни. Там, где были места затечности. И в том числе и места затечности в подъезде мы тоже это все ремонтируем. Жаловались жильцы и на равнодушие, хамство и грубость со стороны работников Центрального ДЭЗа. В отношении своих подчиненных позиция руководства управляющей компании жесткая. Вот на сегодняшний день у нас вот в нашем учреждении и диспетчерская служба, у нас телефоны все стоят на записи. То есть мы записываем разговоры с населением. Если какие-то вопросы возникают, мы можем прийти и послушать, кто как говорит. Если это в принципе у нас будет как-то доказано, что у нас наш работник кому-то нахамил, нагрубил, это вплоть до увольнения. Жаловались люди и на качество воды. Пробу будет брать Роспотребнадзор. Проблема в старых инженерных коммуникациях по пути в дом. В нем самом заменена вся разводка труб. Что же касается протечности, то ее причины выяснят и устранят до конца мая. То же самое и с ремонтом в квартирах и подъезде. Представителям же актива дома, учитывая недовольство некоторых жильцов, в управляющей компании напомнили о возможности смены обслуживающей организации, как вариант создания собственного ТСЖ. Артем Высоцкий, Александр Латыпов, Вячеслав Ширкунов. Специально для программы телевизионный обзор новостей. Проблемами в жилищно-коммунальном хозяйстве Сургута уже не удивишь. Часть из них много лет касается всех и каждого. Плохие дороги, дефицит парковок, проблемы с качеством воды, износ коммунальных сетей. Старое оборудование в котельных, состояние придомовых территорий. Поможет ли очередная смена руководителя городского хозяйства благоустроить город или дело не в качестве управления? Мнение горожан, чиновников и депутатов в нашем следующем сюжете. Руководитель жилищно-коммунального хозяйства города – должность расстрельная. Тем более, если отвечаешь за все направление. Среди управленцев с опытом даже бытуют шутки по этому поводу. Вот и крайний руководитель департамента городского хозяйства Александр Калачев незадолго до Нового года ушел в отставку. А еще раньше свою должность оставил его заместитель Валерий Кощук. Не сказать ведь, что коммунальные проблемы не решались, но или воз слишком тяжел, или сил нет вывести. Департамент городского хозяйства, он очень большую координирующую работу проводит по работе с управляющими компаниями, по обеспечению соответствующими субсидиями, по той же самой механизированной уборке снега, по ремонтам придомовых территорий, по капитальным ремонтам жилых домов. То есть это вот создание комфортной среды жизни внутри микрорайонов города. Проблемы копились десятилетиями. Еще при освоении Севера многое делалось временно. А следом 90-е. Коммуникации ветшали, оборудование котельных не менялось десятилетиями. Собственно, государство фактически отказалось в это время от этой сферы. Платежи населения расходов не покрывали. А когда люди с началом нулевых стали чуть побогаче, тут и реформы подоспели. Только вот конца и края им не видно, чего не коснись. Вот и новому руководителю департамента городского хозяйства Сургута работы хватит. Как показалось руководству города, несколько не хватает здесь на сегодняшний день решения организационных вопросов. Мы увидели буквально последнюю ситуацию с управляющими компаниями по вывозу, по механической очистке придомовых территорий. Начата работа по разработке новых схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения в городе. На брифинге прессы назначенный директор не скрывал. Коммуналкой никогда не занимался. Но и работы новой не боится. Стратегическое направление Владимир Базаров обозначил сходу. Я считаю чрезвычайно важным вопросом выстраивание полноценных партнерских отношений с управляющими компаниями. Вот здесь ситуация немного была упущена, потому что по той информации, которая у меня существует, не всегда у управляющих компаний было достаточно информации. Не всегда был диалог между администрацией города, департаментом городского хозяйства в частности и управляющими компаниями. В том, что диалог этот действительно под вопросом, сомневаться не приходится. Ксения Артеева живет в центре города, возле Сургу, по улице Революционной. Нынешней весной, когда еще снег не растаял, позвонила в нашу телерадиокомпанию. Причина – огромные лужи и мусор, который не вывозят. Говорит, и сама не знает, какая управляющая компания эту территорию обслуживает. И такая ситуация в центре Сургута. С чего начинается утро? Резиновые сапоги, машина не пойми где стоит, и идешь ковыляешь. Ни мусор, ничто не вывозят, никаких у нас, как бы, сдвигов в этом плане нет. Коммуникаций у нас нет никаких, то есть, ну это, скажем так, реальная деревня, где санузел на улице, у кого есть бани, у кого нет бани, колодец один на всю улицу. Переселять жителей домов возле Сургу первый раз пообещали начать еще в конце 80-х. Потом вопрос отпал сам собой. Сейчас землю разрешили приватизировать, что жители и сделали, а вот строить здесь запретили. Удивительно ловко сделали чиновники. И сносить вроде как не имеют права, поскольку оно приватизировано. И улучшить жилищные условия нельзя. Что дальше-то делать? То есть продать, кому оно надо, по большому счету. Вроде центр города, а что здесь делать? Разрешения на строительство нет. То есть, опять же, палка в двух концах. Дом я здесь себе построю, а потом ко мне придут и опять меня перепишут, что мы тебя опять сносим и куда деваться. Вот и, в общем, не знаем мы, что делать. В управляющих компаниях накопившиеся проблемы называют комплексными. Но более всего их волнуют неплатежи населения. Около 300 миллионов должны центральному ДЭЗу сургутяне. Нечем платить поставщикам теплоносителя и воды. Приходится брать кредиты. ГТС, в свою очередь, берет деньги в долг, чтобы заплатить энергетикам. Мы берем кредиты, чтобы рассчитаться с теми же ресурсоснабжающими организациями. Потому что на сегодняшний день население не оплачивает. На сегодняшний день, хочу сказать по нашей управляющей компании, долг населения составляет 253 миллиона рублей. Любые деньги чего-то стоят. Но кто за это платит, только негорожане, пояснили в управляющей компании. Конечно, нет. Нет. Там четко, прозрачно все написано. Стоимость, ну, гигакалорий есть. Количество потребленных гигакалорий тоже. Либо прибор, либо это норматив. Если эти тарифы везде защищены, то тут оспаривать надо тарифы там, где их защищают. Депутаты поднимают этот вопрос, что все-таки им кажется, что за тепло платим много гигакалорий, стоит дорого. Хотя у нас тут ГРС рядом, как бы бросовое это тепло должно быть. Но тепло в Сургуте никак не бросовое. А еще можно вспомнить кредиты, которые некоторые коммунальные предприятия под гарантией города брали у Европейского банка реконструкции и развития несколько лет назад. В общем, картина городского хозяйства – это произведение импрессионистов. Причем произведение явно не законченное. Пока городские коммунальные проблемы, как та гидра, одна срубленная голова, дает две новых. На роль Геракла кандидатура утверждена, но в одиночку бьются только в мифах. Артем Высоцкий, Вячеслав Шаркунов. Специально для программы «Телевизионный обзор новостей». 13 апреля в правила дорожного движения внесены изменения, касающиеся легковых такси. Заниматься извозом можно строго при наличии счетчика, шашечек и стикеров. Соответствующие поправки в административный кодекс вступили в силу еще 1 января. Но применять их на практике полицейские смогут только сейчас. Дмитрий Подлесной продолжит. Олег занимается частным извозом в свободное от основной работы время. Дополнительный заработок, конечно, небольшой. В основном эти деньги уходят на ремонт автомобиля и бензин. К нововведениям в сфере такси Олег относится негативно. Такое впечатление, что просто с людей собираются содрать все, что на них есть. Мужик, дождь идет, мне жалко остановиться. Трудно остановиться. А он взял, взял, я у него денег, допустим, даже не буду требовать. Ничего, просто возьму и подвезу, если походу. А он мне заплатил. Меня за это должны наказать. За то, что я сделал правильный выбор, помог человеку. А вот закон разницы между таксистами постоянными и теми, кто этим занимается от случая к случаю, не делает. За извозчиков сотрудники ГИБДД взялись с 13 апреля с момента вступления в силу поправок в правила дорожного движения. Проверяют пока только тех водителей, у которых на автомобиле присутствуют опознавательные знаки. Например, желтый фонарь на крыше. Однако водители таких автомобилей получили разрешение, и закон не нарушают. То ли дело бомбилы, но они работают подпольно. Полицейские говорят, доказать вину незаконного таксиста практически невозможно. Сам водитель не признается, да и пассажир вряд ли станет тратить свое время для того, чтобы сдать его властям. Теперь водители, управляющие транспортным средством, которые, значит, не имеют данного разрешения, будут привлекаться к административной ответственности с налажением административного штрафа в размере 5000 рублей. Если на легковом такси также незаконно установлен опознавательный фонарь оранжевого цвета, либо нет сетографической схемы, также будет накладываться административный штраф в размере также 5000 рублей. Штраф размером около 10 тысяч – весомое наказание. Достаточно, чтобы нелегальный таксист перестал заниматься извозом. На это развитие событий надеялись крупные таксомоторные парки. Переоборудование автомобилей влетело им в копеечку. Пришлось поднять тарифы на 20%. И сейчас легальные фирмы в цене проигрывают нелегалам. Порядка 9-10 тысяч каждый автомобиль дооборудовался дополнительно. Все автомобили оборудованы были таксометрами. На автомобилях нанесены опознавательные знаки, так называемые шашки контрастного цвета. Автомобили оснащены стикерами, на которых есть информация о контролирующих органах. Только систематический контроль полиции поможет вывести таксистов из тени. Но стражи правопорядка 7-минутного разрешения проблемы не обещают. Я скажу, работы достаточно много в этом направлении. И за один день, либо за неделю этот вопрос не решить. Но сотрудники ГИБДД с сегодняшнего дня буквально уже начали в данном направлении работать. Работы у инспекторов немало. Нужно разработать алгоритм выявления таксистов и наработать практику наказания. Вполне возможно, что в итоге бомбилы уйдут с рынка. Но пока ситуация нисколько не изменилась. Новым законам вопреки. Екатерина Любешева, Дмитрий Подлесной, Вячеслав Шаркунов. Специально для программы «Телевизионный обзор новостей». Мы прервемся на пару минут, а после рекламы смотрите. Уникальная операция в окружном кардиоцентре. Врачи дали шанс на полноценную жизнь 7-летней девочке. И эти операции в крупных федеральных центрах, они выполняются не так часто, но они выполняются. То есть у них опыт есть. В нашем центре это был первый опыт выполнения данной операции. Максим Слепов, депутат городской думы, высказал свое мнение о некоторых общеградских проблемах. Выделили деньги на аренду жилья для приезжих специалистов. Мы пригласили порядка 60 специалистов. Нужно в два раза больше. Я по своему учреждению служу. Новые образовательные стандарты. Неурочные занятия станут обязательными. Я пошла на веселый облучок. Мне это нравится. Потому что мы тут занимаемся, мы танцуем. Реклама на радио и телевидении. Сувенирная продукция. Рекламно-информационное агентство «Пять звезд». Телефон 221-555. Нужны свежие объявления? Спеши купить газету «Ярмарка». Теперь два раза в неделю. По вторникам и пятницам. Газета «Ярмарка». Твоя газета. Маяк «Югра». Телерадиокомпания «Сургут Интерновости». Верный курс в 107,9 FM. Вернёмся к событиям минувшей недели. Вопросы лечения сердечно-сосудистых заболеваний обсуждали на неделе в Сургуте. 11-я окружная научно-практическая конференция состоялась в кардиоцентре. Ведущие хирурги округа и страны делились теоретическим опытом и практическими наработками. В течение трёх дней кардиологи провели мастер-классы по высокотехнологичным операциям. Специалисты Новосибирского НИИ патологии кровообращения мастер-классы для рентген-хирургов Сургута проводят регулярно. За три дня высокотехнологичную помощь оказали девяти пациентам. Это все пациенты с ишемической болезнью сердца. Большинство, у которых перенесло инфаркт, артерия закрылась и она не была своевременно открыта по разным причинам. Мы имеем большой опыт прохождения этих окклюзий. Здесь будем делиться, случай подобранный очень сложный и действительно, так скажем, где есть над чем поработать. Хирург должен быть мастером с большой буквы. Операция длительная, зачастую пройти сквозь сосуды сразу не удается. Доктору приходится искать различные пути доступа к месту поражения. Но здесь важна не скорость, а качество выполнения операции. Сейчас мы зайдем в другую ветвь, посмотрим, если нормально, мы поменяем проводник. Лечением непроходимости артерий сургутские рентген-хирурги занимаются уже много лет. Максимальный эффект от такой операции достигал 80%. Специалист из Новосибирска показывает новую методику. Она позволяет ожидать полного выздоровления почти в 100% случаев. При этом пациент быстро идет на поправку. Кроме проколов артерий на ногах или руках, в зависимости от того, какой доступ мы выбираем, никаких других проблем нет. На второй день пациент встает, ходит без особых ограничений, может выписываться домой. Одновременно с мастер-классами в стенах диспансера проходила научно-практическая конференция. В течение нескольких дней ведущие кардиологи страны обсуждали способы лечения сердечно-сосудистых заболеваний. У нас идет трансляция в режиме онлайн на рабочие места для анестезиологов, для тех врачей, которые находятся на рабочем месте, и они могут прослушать доклады и услышать то, что им необходимо. Сургутские кардиологи по праву могут гордиться своими достижениями. Впервые в истории центра была выполнена уникальная операция. Семилетние девочки устранили сужение легочной артерии. Ребенок отстал в развитии физически. Быстрая утомляемость, отдышка. И эти операции в крупных федеральных центрах, они выполняются не так часто, но они выполняются. То есть у них опыт есть. В нашем центре это был первый опыт выполнения данной операции. В результате здоровье малышки улучшилось. Да и в целом, благодаря работе кардиохирургов центра, в округе на 11% снизилась смертность от ишемической болезни сердца и от инфаркта миокарда. И подводя итог, доступность экстренной медицинской помощи кардиологическим больным в Югре намного выше. Чем по стране. Марина Буторина, Анна Марченко, Константин Алиев. Специально для программы телевизионный обзор новостей. Почему в сургутских больницах нет узких специалистов? Какие общегородские проблемы постепенно набирают остроту? На эти и другие вопросы нашей программы ответил главный врач городской клинической поликлиники номер один, депутат городской думы Максим Слепов. Была разрушена система здравоохранения. Когда появились там окружные городские учреждения, какие-то диагностические центры, на тот момент какие-то принимались абсолютно бессистемные решения, которые, к сожалению, развалили существующую советскую систему здравоохранения, которая была лучшей в мире. Но высокотехнологичные центры были укомплектованы врачами откуда? Из поликлиник. Фактически всех людей, всех врачей – это бывшие работники первичного звена. Был создан перекос в начале 2000-х годов. Да, были больше заработной платы в окружных учреждениях, и на сегодняшний день они больше. Но даже если заработная плата одинаковая, прием в поликлинике врача, лор-врача – это, представьте, в течение дня до 40 пациентов. А в окружном учреждении у вас 10 человек в лучшем случае наберется. И времени на пациента больше. Выделили деньги на аренду жилья для приезжих специалистов. Мы пригласили порядка 60 специалистов. Нужно в два раза больше. Я по своему учреждению служу. Объем финансирования нашего лечебного учреждения, например, доля города Сургута, финансирование нашего лечебного учреждения, сегодня составляет 2,5%. Как вам цифры? 2,5%. Мы – собственность города. То есть наш учредитель на содержание своей собственности фактически дал 2,5%. Последняя информация. Даже было принято решение разрешить студентам медицинских институтов работать в лечебных учреждениях медицинскими средним медперсоналам. Возвращаясь к новому закону об охране здоровья граждан, там четко прописано, слава богу, появился документ, который четко прописал, что обязательства по охране здоровья, в том числе обязанностей, лежат и на самом гражданине. Если ты не ведешь здоровый образ жизни, ты несешь такую же солидарную ответственность, как и государство, как и лечебное учреждение, за состояние своего здоровья. Об этом, просто к этому люди должны принять, это люди должны понять, лечебное учреждение здоровья не вернет. Я говорил и буду говорить эту пословицу. Здоровье нельзя купить, здоровьем можно только расплатиться. Надо заниматься спортом, надо вести здоровый образ жизни, правильно питаться на протяжении всей жизни. За последние 6 лет не сдано ни одной поликлиники в городе Сургуте. Ни одной. Та поликлиника нефтяник, которая строится на Киртбая, она всего лишь позволит разгрузить вот то старое здание. Она не решает проблему, это не дополнительное лечебное учреждение. Поликлиника, которую мы выпросили у округа, которая сейчас активно и при поддержке депутатов окружных и областных, мы ведем работу о том, чтобы выделили деньги на строительство поликлиники в восточном микрорайоне вместо рынка геолог. К моей поликлинике сегодня прикреплено 90 тысяч населения, треть города, но при этом уже сегодня площадей не хватает. Санпину наше здание уже не соответствует. Даже это новое здание в части ряда Санпинов уже не соответствует. Оборудование, соответственно, новое не покупается. Вы понимаете, небоскребы вот он, один за другим. Вот рядом строится Венеция, за ГАИ вы видели районы, 16-этажки, 17-этажки. Где эти люди все будут обслуживать? Они все придут сюда. Потому что сегодня проблемы, мы даже с сегодняшним объемом уже еле справляемся. А завтра и послезавтра, когда эти дома будут заселены, проблема будет еще более остро стоять. А даже фундамента новой поликлиники в тех районах не заложено. Школы, те же школы, вот, пожалуйста, сейчас, вчера на встрече с избирателем мы разговаривали. Нашми 18-й, 19-й, 20-й, а вот микрорайоны. Ни одной школы нет. Неурочные занятия в школах стали обязательными. Пока, согласно нового образовательного стандарта, в них должны быть задействованы только первоклассники. На минувшей неделе на коллегии учителя говорили о качественной составляющей неурочной деятельности. Какой она будет, расскажет Анна Марченко. Это непривычный урок пения. Малыши занимаются вокалом после школьных занятий и только по собственному желанию. И это главное отличие внеурочных занятий от обычной образовательной программы. Из песни уже, из содержания песни, они сами инсценируют ее, они сами выражают свои эмоции. И, в общем, я считаю, что даже развивается эмоционально, развивается творчески. И дети с удовольствием посещают занятия. Лиза в будущем мечтает заниматься танцами, поэтому при выборе занятий по внеурочной деятельности девочка даже не задумывалась. Конечно же, хореографическая студия. Я хожу на веселый каблучок. Мне это нравится, потому что мы тут занимаемся, мы танцуем, нам показывают новые движения, которые мы не знаем. И там очень много интересного. Мы в танцах узнаем, какие бывают танцы, какие не бывают. Новый федеральный государственный образовательный стандарт предполагает, что ребенок и после уроков в школе. Но это уже не учеба в привычном смысле, а игры, творческие мастерские, занятия спортом и искусством. Цель – индивидуальное развитие личности школьника. Внеурочная деятельность, она должна обязательно быть по интересам детей. То есть, раз развивать личность, то это, соответственно, конечно же, надо спрашивать ребенка, что ему интересно и как ему это надо. То есть, наша задача, как образовательное учреждение, это заинтересовать детей, предложить им какие-то виды деятельности и заинтересовать. Вид внеурочных занятий ребенок выбирает самостоятельно. Плюс для родителей дети заняты, к тому же абсолютно бесплатно. Вся внеурочная деятельность у нас реализуется во второй половине дня по определенным видам. Какие виды деятельности взяли? Ну, конечно же, мы взяли игровую деятельность. Мы взяли под это, это у нас идут подвижные игры на свежем воздухе. Это у нас идет лечебная физическая культура с детками. Дальше, конечно, мы взяли и научно-познавательную деятельность. Это у нас одно и один из видов деятельности. Это у нас проектная деятельность детей. Ребенку важно раскрыть свои способности и таланты. На дополнительных занятиях работа строится таким образом, чтобы педагог смог уделить внимание всем. Поэтому и группы набираются, как правило, небольшие. У ребят формируются нравственные ценности, опыт общения, культура. Правда, есть и спорные моменты. Не секрет, что загруженность детей увеличивается. План внеурочной деятельности – это не простой набор мероприятий. Это план по формированию личностных качеств, метапредметных результатов и универсальных учебных действий. Необходимо тогда встает задача определить организационные механизмы с целью оптимизации нагрузки ребенка. Организации внеурочной работы была посвящена и прошедшая на неделе коллегия департамента образования. Один из основных вопросов – где будут заниматься дети. Места в школах не хватает, поэтому часть занятий, скорее всего, перенесут в учреждения дополнительного образования. Анна Марченко, Вячеслав Шаркунов. Специально для программы «Телевизионный обзор новостей». Команда «Сургута» стала победителем чемпионата России по волейболу среди глухих и слабослышащих спортсменов. Соревнования проходили в городе Коломна Московской области. В финале команда «Новосибирска» навязала сургутянам серьезную борьбу, но в итоге уступила в пяти партиях. О других новостях из мира спорта смотрите далее в нашем обзоре. В баскетбольной суперлиге стартовала серия плей-офф. Сургутский университет Югра, завершивший сезон на третьем месте, принял на своей площадке шестую команду чемпионата «Рускон Мордовию» из Саранска. Соперники встречались в этом сезоне уже четвертый раз. Пятая встреча – одна из самых важных. Борьба за инициативу шла на протяжении всей первой половины игры. Лишь после перерыва «Универс» мог снять все вопросы о победителе. Убедительно сыграв в защите. К середине четвертой десятиминутки «Универ» ввел в счете уже 20 очков. Все, что смогли сделать гости до конца встречи – это уйти от крупного поражения. 83-69. Победа команды Сергея Ольхова. Теперь «Рускон Мордовия» сыграет с университетом 22 апреля в Саранске. Если сургутяне одержат победу, они выйдут в полуфинал. В Сургуте стартовал первый в истории кубок молодежной лиги по волейболу. Восемь команд ведут борьбу за трофей. Часть из них усилилась игроками Суперлиги. Групповой этап без поражений завершила только одна команда – звезда Югры из Сургута. Поочередно подопечные Андрея Кобзаря с одинаковым счетом 3-0 обыграли локомотив из Екатеринбурга, факел из Нового Уренгоя и Зенит из Казани. Финал первого кубка молодежной лиги состоится в воскресенье. В поселке Белый Яр прошел чемпионат азиатской зоны России по гиревому спорту. Полуфинал чемпионата страны собрал более 250 атлетов из 19 регионов. Тренерский штаб сборной Югры поставил перед своими атлетами цель попасть в тройку призеров. По составу участников первенство азиатской зоны достойно финала чемпионата России. Сборной Томской, Омской, Челябинской областей. Югорчане в итоге завоевали 2 золота, серебро и 3 бронзы. Сургутянин Евгений Глушенко дважды поднимался на пьедестал почета, на первую и вторую ступени. В общекомандном зачете из 19 сборных гиревики Югры заняли 4 место. Первое у атлетов из Омской области. Сургутяне победили на всероссийском турнире по Вьет-Водау. Результат нашей сборной – первое общекомандное место. 7 медалей, 4 из которых золотые. Безоговорочная победа. Впереди участие на чемпионате страны. Туда отправятся два сургутских спортсмена. Андрей Лобов, Дмитрий Курковец, Павел Желтов, Дмитрий Подлесной, Александр Латыпов. Сургут Интерновости. Специально для программы «Телевизионный обзор новостей». Такой была минувшая неделя. Впереди реклама и прогноз погоды. До встречи. В предвесенний период наш организм становится более ослабленным, поэтому необходимо не упустить возможность помочь ему окрепнуть, набраться сил. В медицинском центре «Просковья-профи» позаботится о вашем здоровье, а лучшим подарком для родных и близких станет подарочный сертификат на здоровительный курс процедур. Вас окружат вниманием и заботой опытный медицинский персонал высокой квалификации. Уникальный метод «Просковья-Лосевской» поможет очистить организм на клеточном уровне, нормализовать обменные процессы, улучшить работу всех органов и систем, а также восстановить саморегуляцию защитных сил организма. В центр ИСХА-кассии поступают запатентованные фитосборы, в состав которых входят лекарственные растения. Курс оздоровления фитобочки по разным направлениям. Сосудистая, серотониновая, лимфодренажная, суставная, почечная, кислотно-щелочная. Для усиления эффекта и дальнейшего поддержания здоровья пациенту подбирают индивидуальный курс лечения с учетом хронических заболеваний. Массажисты, владеющие различными методиками медицинского массажа, сделают великолепный массаж с применением травяных настоев и масел. В центре есть возможность омолодить и оздоровить кожу лица, эффективные питательные травяные маски, косметический массаж лица и шеи. В Просковье-Профе разработана гибкая система скидок. Возможно, обслуживание по безналичному расчету. Заключаются договора с различными организациями. Вас ждут по адресу город Сургут, улица Щепеткина, 28, 1 этаж. Запись по телефону 23-63-34. Объявляется аукцион на покупку комплекса «Озерный-1» в городе Ноябрьске. В комплекс входит строение офисного, гостиничного, спортивного назначения. Только в апреле весенние распродажи мужских костюмов и сорочек. Скидки от 30 до 70%. Сеть салонов «Китрой» и «Рензо Ринальди». Нужны свежие объявления? Спеши купить газету «Ярмарка». Теперь два раза в неделю. По вторникам и пятницам. Газета «Ярмарка». Твоя газета. Телерадиокомпания «Сургут-Интерновости» представляет прогноз погоды в Сургуте и окрестностях на неделю с 23 по 29 апреля в студии Натальи Яркова. В начале недели скажется влияние циклона. По вине этого вихря у нас осадки и сравнительно тепло. Период ненасти окажется недолгим. Уже в среду в регионе расположится малооблачный антициклон. Но вместе с улучшением погоды придет сильное похолодание. А к выходным на берегу Аби направится новый облачный посланец Атлантики, несущий с собой осадки и согретый гольфстримом воздух. В понедельник облачно пройдут дожди. Температура ночью 0,5. Днем плюс 7, плюс 12. Во вторник облачно с прояснениями. Дожди с мокрым снегом. В течение суток плюс 3, плюс 8. В среду вероятность осадков невелика. Ночная температура минус 5, минус 10. После полудня минус 3, плюс 2. В четверг ночью минус 6, минус 11. После полудня минус 2, плюс 3. Коляска-трость. Легкая, маневренная и компактная. По игрушечной цене 1100 рублей. Сеть магазинов «Карапуз». Все лучшее детям. Неотъемлемая часть комфортной прогулки с малышом – коляска-трость. Сеть магазинов «Карапуз» представляет все хиты сезона самых разных расцветов. Легкие, маневренные и компактные. Сеть магазинов «Карапуз» – все лучшее детям. В пятницу без осадков ночи минус 3, минус 8. Днем плюс 1, плюс 6. В выходные погода в районе не испортится. Пройдут дожди. Ночи 0, плюс 5. Днем плюс 5, плюс 10. Индивидуальный проект для любой корпусной мебели. Разнообразные цвета, стекло, зеркала, натуральные материалы, интерьерная фотопечать, пескоструйные рисунки. Безупречный сервис, подробные консультации, профессиональная помощь специалистов. Фабрика комфорта. Безграничные возможности совершенства. Профессиональные проекты для любого интерьера. Безупречный сервис, европейское качество. Профессиональная помощь специалистов. Фабрика комфорта. Особенный стиль. Возвращение легенды. Мы просто продаем качественную обувь по доступным ценам. Сеть салонов «Саламандр». В торговом центре зайди купи по улице профсоюзов 21 распродажи зимней демисезонной обуви. Цены от 2000 рублей. Я желаю хорошей погоды в вашем доме. Будьте здоровы. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова